Приветствую друзья! На волне успеха целой линейки ЦАПов DX3 компания Topping выпустила более премиальную модель DX5 и героя нашего сегодняшнего обзора DX1. Так компания подбирает под себя всю нишу относительно недорогих стационарных устройств. Причем производитель и в этот раз решил не скупиться, установив нам свежайший конвертер Asahi Kaseya K4493S и оригинальный USB-чип от XMOS второго поколения. То есть здесь будет и полноценный ASIO интерфейс и поддержка всех видов операционных систем. Вход тут только один, понятно, очень бюджетный девайс, зато выход есть линейный и целых два на наушники с немного отличающимся звучанием. Мощности целых 280 мВт на 32 ума нагрузки, громкости с огромнейшим запасом. Что приятнее всего, питание по USB. То есть это, считаем, мобильное устройство, которое можно подключать в том числе и к телефону. Очень любопытный аппарат, я от него в полнейшем восторге. О нем сегодня и говорим. Поехали. Пришел аппарат в компактной строго оформленной коробке с логотипом производителя. В комплект нам положили довольно подробную инструкцию, гарантийный талон и USB кабель. Блок питания здесь не нужен, так как питается девайс по USB от источника. При этом заметьте, у нас 280 мВт на 32 ума нагрузки на обычных небалансных выходов. Современные мобильные ЦАПы почему-то так не могут. Корпус ЦАПа полностью выполнен из металла. Сверху на нем красуется логотип пройденной Hi-Res аудио сертификация. Снизу он надежно стоит на четырех прорезиненных ножках. Поступает сигнал здесь исключительно по USB. Зато выходов целых три линейной RCA и два выхода на наушники 3,5 и 6,35 мм. Из дополнительных элементов имеем переключатель гейна минус 2 и 12 дБ на задней части, а также индикаторный светодиод и регулятор уровня сигнала на передней. Все в принципе удобно устроено, аппарат почти не греется, шума в паузах нет, да и по габаритам это почти карманный вариант. Кстати, его можно использовать и со смартфонов, как любой мобильный ЦАП, при этом откушивает он на 5 вольт далеко не скромный 275 тысячных ампер. Теперь понятно откуда эти 280 мВт без баланса. То есть прожорлив, но вполне можно гонять его с каким-нибудь мобильным источником. По железу здесь заявлен самый актуальный на сегодня конвертер AK4493S от Asahi Kasei и чуть ли не лучший бюджетный USB чип XMOS XU208, что дает предтоповые характеристики для PCM и DSD. То есть до 32 бит 384 кГц и DSD 256. Почему не выше, не очень ясно, поскольку вся начинка умеет 768 кГц и DSD 512. Впрочем, сегодня это больше цифры, чем какая-то насущая необходимость. На наушники аппарат выдает, как я уже не раз упоминал, 280 мВт на 32 ома нагрузки. По громкости это позволяет слушать музыку где-то на 22% от максимума. То есть запас просто громадный. Полноразмерные наушники я бы подключал сюда до 250 Ом включительно, не важно динамические или, например, планарные. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, но я настоятельно рекомендую установить драйверы с официального сайта. Все-таки XMOS мало того, что добавляет профессиональный ASIO интерфейс, но еще и позволяет использовать девайс под старыми версиями этой операционной системы. Да и настроек там порядочно. Со смартфонами ЦАП тоже работает, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Измерение снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos со всех выходов данного устройства, где в случае RCA получил все графы в положении отлично. То есть здесь прекрасная линейность АЧХ, шумовая полка на минус 155 дБ, отличный динамический диапазон и взаимопроникновение каналов, интермодуляционные искажения на уровне минус 135 дБ, а гармонические на минус 125 дБ с процентным соотношением в 0,001%. Как собственно и было заявлено производителем. Выход на наушники 3,5 мм по результатам почти не отличается от линейного, только взаимопроникновение стало намного выше. Но таким оно по факту и должно быть. А выход 6,35 мм на микроскопическое значение, но отличается по искажениям от 3,5 мм. Возможно дело в переходнике, что используют для прослушивания и замеров. Что сказать, технически все просто превосходно. Звучит же DX1 на удивление глубоко, естественно и просто сверх музыкально, со всеми необходимыми акцентами и нюансами звукоизвлечения. Признаться, от такого малыша подобного уровня я никак не ожидал, как и от устройства компании Topping настолько мелодичного и выразительного характера. Обычно там все сверх четко, резко и немного плоско. Здесь же подачу можно без какой-либо натяжки назвать живой и естественной. Единственное чувствуется тут небольшое смещение баланса в сторону низких частот, но это скорее в плюс, поскольку добавляет и без того достойному звучанию дополнительного объема и глубины. Ну а если вы ценитель нейтральности и скоростных характеристик, тоже есть метод. Как вы наверно помните, у DX1 целых два выхода на наушники. Так вот, наиболее теплый и насыщенный здесь 6.35 мм, но стоит переткнуть джек в разъем 3.5 мм и звук, чуть потеряв массе, получает заметный прирост скорости, четкости и разделение инструментов. Мне лично больше нравится то, что я слышу с выхода 6.35 мм, однако все еще зависит от ваших наушников. С одними как никогда подойдет объем и выразительность, а к другим техничность и разборчивость. Так что я рекомендую попробовать оба выхода и остановиться на том, что лично вам понравится больше. Если же провести сравнение с актуальными на сегодня решениями, то беспроводной ЦАП Shanling Up4 22 очевидно проще по проработке на всем частотном диапазоне. Более взрослое решение в лице мобильного ЦАПа Shanling UA3, если слушать его с балансного выхода, не такой насыщенный, чуть менее выразительный, зато с немного лучшей прорисовкой текстур. По большому счету DX1 не тотально, но взрослее ее А3 по балансу. Впрочем, по цене они тоже довольно близки. То есть прямо шаблонов DX1 своим звуком не рвет, однако предлагает намного больший запас по громкости, выше мощность, два отличающихся по характеру выхода на наушники, линейный RCA выход и удобную регулировку уровня сигнала. На слух же это звучание, которое вполне можно назвать взрослым и просто сверх эмоциональным. С тех пор, как я получил этого малыша, вообще не хочется выпускать его из рук, а у меня достаточно и куда более дорогостоящего оборудования. Вот прямо, друзья, цепляет. Разбирая по частотам, здесь довольно текстурный глубокий бас, чуть теплая, насыщенная и очень выразительная серединка и слегка отведенные на второй план высокие частоты. На них акцента аппарат особо не делает, так что все отзвуки перкуссии и затухания струнных, хотя и находятся на своих законных местах, но на передний план не лезут и слух нигде не режут. Стилистическая модель абсолютно универсальна. Слушал на ней металл, симфонический оркестр, джазовую классическую музыку, электронику и ритман-блюз. Вообще, друзья, без нареканий, эмоции просто зашкаливают, а само звучание ну буквально затягивает. Слушать хочется еще и еще. Первый раз со мной такое в настолько недорогих стационарных цапах, да еще и со встроенным усилителем для наушников. Скажу больше, по своей притягательности DX1 обходит DX3 Pro Plus и способен потягаться со старшим в линейке DX5. Звук теплый, бархатный, с достаточным количеством нюансов, прекрасной артикуляцией и живой насыщенной серединой. Особенно он понравится ценителем низких частот, поскольку на них сделали дополнительный акцент. Контрабас, бас-гитара и другие низкочастотные инструменты способны довести аж до мурашек на коже. Что, конечно, делает звук еще интереснее. Подводя итоги, стационарный цап с усилителем для наушников Topping DX1 очень достойно выглядит, имеет почти карманные габариты, вполне умеренно кушает, а значит использовать его можно даже со смартфоном. Имеет два по-разному звучащих выходов для наушников, линейный RC, переключение гейна и приятный немного тугой регулятор уровня. Пользоваться им реально одно удовольствие, да и звучит этот малыш вполне серьезно. Заметно интереснее лучших мобильных цапов из своей ценовой категории. Глубокий, но довольно текстурный бас, по аналогу теплая выразительная серединка и чуть прибранные высокие частоты, отчего подача получилась довольно живой, естественный и просто сверх эмоциональный. Уже неделю практически не выпускаю его из рук, но и измерения, как говорится, вызывают уважение. Лично на мой вкус он куда приятней DX3 Pro Plus и по своей харизме граничит со старшим собратом DX5. Однозначно могу его рекомендовать, да и сам от него в полнейшем восторге. А на этом у меня все. Это был стационарный цап Topping DX1. Всем добра. Подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем добра.